Дмитрий Дудко По его словам, здесь будут проводиться работы по расширению дороги путем укрепления обочин. Руководитель города Дмитрий Владимирович Овсяников дал распоряжение подготовить дорогу через село Поворотное для грузового транспорта до 5 апреля. Транспорт в том числе сейчас следует через северную сторону. На данный момент из-за оползня на 54-55 километре трассы Севастополь-Симферополь дорога закрыта. Напомним, на прошлой неделе выбрали подрядчика для восстановительных работ. Сейчас на участке ведут демонтаж покрытия. Оползневый процесс последние два дня не фиксируется. Ведутся инженерные изыскания, которые продлятся до 30 апреля. Покрытие вывезено 265, ведутся работы по его демонтажу и вывозу. Полностью вывезти планируется 5-го числа. Выполнено бурение трех скважин из запланированных 14. Активно выполняется очистка водоотводных сооружений и восстановление водоводов. 80% задолженности по заработной плате погасят перед сотрудниками севастопольского авиационного предприятия к 1 апреля. Об этом на аппаратном совещании заявил директор департамента экономики Эльмдар Казымович Ахтемов. Миллионные долги есть и у других бюджетных организаций, в том числе ГУП «Садовод», городской автозаправочный комплекс. Глава Севастополя Дмитрий Владимирович Овсянников отметил, руководители предприятий должны активнее искать способы погашения долгов. В августе 2014 по январь 2015 севастопольское авиационное предприятие не выполняло заказов, что стало причиной задолженности по заработной плате и налоговым отчислением. Сейчас долг перед сотрудниками составляет 14,5 миллионов рублей. Чтобы решить проблему, провели работу по продаже ремонтного фонда. Подписаны договоры на общую сумму 30 миллионов рублей. Кроме того, разработана дорожная карта и направлены материалы в Министерство промышленности и торговли о передаче предприятия в федеральную собственность. В настоящее время надеемся на этой неделе завершить оформление всех необходимых документов и представить их в РНКБ банк для получения кредита на 10 миллионов рублей, что как раз позволит перекрыть кассовый разрыв. Поэтому, думаю, до 1 апреля мы частично, большую часть, 80% задолженности по заработной плате с учетом января 2017 года будет погашена. Задолженность по заработной плате более 2 миллионов рублей и на государственном унитарном предприятии «Садовод». Сейчас принято решение перевести людей из одного из губ садовод в Севастопольский винзавод. Это предприятие тоже подведомственное департаменту сельского хозяйства. Оно схоже по своей деятельности. Пока идут судебные дела. До конца недели люди будут переведены и задолженность по заработной плате будет погашена. Более 3 миллионов рублей должны выплатить сотрудникам городского автозаправочного комплекса. Правительство Севастополя предпринимает меры по увеличению продаж. В феврале предприятие реализовало 77 тысяч литров топлива. В марте эта цифра возрастет до 85 тысяч, говорят в департаменте городского хозяйства. С целью снижения издержек по найму бензовозов на прошлой неделе официально передано 2 бензовоза вместимостью 5 и 3,5 тонны для отсутствия перевозки собственными силами. В соответствии с планом графика планируется к мае месяцу выйти на погашение текущей задолженности. Руководитель города Дмитрий Владимирович Овсяников распорядился разработать план введения в эксплуатацию нефтебазы городского автозаправочного комплекса. Всего же за 2016 год задолженность по зарплате на предприятиях и организациях Севастополя по сравнению с 2015 выросла в два раза и составила более 46 миллионов рублей. 46% данной суммы составляет задолженность федерального государства унитарного предприятия 771-й ремонтный завод средств связи Черноморского флота Министерства обороны, на котором заработная плата работникам не выплачивается с января 2015 года по настоящее время. Глава Севастополя отметил, прокуратура вместе с Государственной инспекцией труда за апрель должна воздействовать на руководителей предприятий, чтобы они активнее искали варианты погашения долга по заработной плате перед сотрудниками. Вереника Андреева, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. Немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили сегодня в районе железнодорожной станции Микензиевы горы, сообщает прислужба МЧС России по городу Севастополю. Из-за невозможности идентификации взрывателя ликвидировать снаряд пришлось на месте его обнаружения. Для локализации ударной взрывной волны и предотвращения разлета осколков пиротехники соорудили специальный саркофаг, насыпь высотой около 7 метров. Для обеспечения безопасности во время проведения работ сотрудники ГИБДД перекрыли движение, а полиция обеспечила оцепление опасной зоны. Учитывая сложное расположение объектов инфраструктуры, это как железная дорога, линии электропередач, вышки мобильной связи, был проведен комплекс работ по минимизации негативного воздействия последствий взрыва. В результате чего было разработано техническое решение частью пиротехнических специальных водолазных работ, которое реализовано с помощью городских служб при поддержке правительства города Севастополя. Немецкую авиабомбу, которая в военное время предназначалась для бомбардировки населенных пунктов и поражения защитных сооружений, обнаружили пиротехники и поисковики во время обследования территории на наличие взрывоопасных предметов. В ходе работ сотрудниками специализированного отряда были найдены останки 16 бойцов Красной Армии. Обнаружены также личные вещи солдат – нож, ложка, поясные бляхи и медальон с инициалами одного из погибших. Останки эксгумировали члены поискового отряда. В дальнейшем они займутся идентификацией всех бойцов. В Севастополе сотрудники МЧС и представители казачества провели совместную тренировку. Задача учений – эвакуировать из задымленного помещения людей, вынести материальные ценности и потушить пожар. В ликвидацию условной чрезвычайной ситуации приняли участие более 50 спасателей. Севастопольские спасатели провели плановую тренировку и методические занятия. На четырех учебных точках сотрудники МЧС показали специальные средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций. А на тренировочном комплексе газодымозащитники отработали спасение людей и материальных ценностей из горящего здания. Проводят рабочую проверку и с рукавной линией, наполненной огнетушащими веществами, заходят в непригодную для дыхания среду. Там проводят поиск пострадавшего, вынос материальных ценностей, ну и соответственно доходят до условного очага тушения пожара. Туда подают огнетушащие вещества и соответственно когда у них их миссия достигнута, значит очаг потушен, ликвидация возвращается обратно. Участие в методических занятиях приняли и представители Севастопольского казачьего округа. В перспективе казаки будут помогать пожарным ликвидировать чрезвычайные ситуации. В дальнейшем взаимодействие будет следующим образом. Созвано четыре внештатных казачьих пожарных дружины, которые проходят на данный момент обучение. Будет передана пожарная техника и определены точки базирования этих пожарных казачьих дружин. Подобную тренировку севастопольские спасатели планируют провести через три месяца. Дмитрий Слизоцкий, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Профмаркет «Образование. Язык. Успех» молодежный научный форум с международным участием впервые провели в Севастополе. Инициаторами мероприятия выступили Севастопольский государственный университет, региональное отделение Союза переводчиков России, Малая академия наук. На форуме работало порядка 20 тематических секций. Большинство докладчиков представили свои работы на английском языке. Первый молодежно-научный форум «Профмаркет. Образование. Язык. Успех» собрал более 130 участников. 76 из них представили свои доклады в очной форме. Остальные прислали работы в электронном виде, записали видеоварианты своих выступлений. В частности, это молодые ученые из США, Китая, а также из разных городов России. Мы, конечно, можем поднять вопрос о том, что сейчас мы должны продвигать русский язык, мы должны быть патриотами, но мы все-таки считаем, что как раз-таки английский язык, язык международного научного общения, помогает нашим молодым ученым найти себя в мировой науке и достойно заявить о своей стране, о своих научных достижениях. Студенты-старшеклассники рассказали о своих наработках в тематических секциях. Филология, лингвистика, история, психология, военное образование, судостроение, журналистика, литература, информационные технологии, биология, химия, экономика. Рабочие языки форума – английский, немецкий, французский, испанский и русский. Тема моей работы звучит как «Мифология и мифотворчество в творчестве и работах Джона Рональда Ройла Толкина». Моя работа будет представлена на немецком языке. Как это звучит на немецком? «Традиционно-мифенбильдинг и демберген» von Джона Рональда Ройла Толкина. Я хочу рассказать гостям и участникам о том, что Толкин в процессе своей работы создал свою мифологию. То есть он опирался на мифологии различных стран, он их изучал, но после синтеза он создал свою мифологию, и это я попытаюсь сегодня доказать. Тема моего сегодняшнего доклада – «The importance of monitoring of pollution from ships» – важность контроля загрязнения судов. Уровень развития цивилизации сейчас не позволяет использовать абсолютно безвредные технологии, поэтому ведется борьба за уменьшение и минимализацию вреда. Я сегодня буду рассказывать о литературном жанре «Трэвелок», о его характеристиках и особенностях. Как звучит ваш доклад на английском? «Трэвелок» основан на опыте автора. Автор сам выступает в качестве путешественника, рассказчика. И в основном в травелогии описывается какой-то город, как до него добраться, само место жительства. Вот и особенности страны, в которой прибывает сам автор. Участники форума подчеркнули – опыт общения и знания английского языка крайне необходимы для развития международных взаимоотношений. Я очень верю в то, что в Крыму все-таки будет активно развиваться туризм и будут хорошие инвестиции. Поэтому как раз вот это молодое поколение, которое мы готовим, я думаю, они будут очень востребованы. По результатам работы форума лучшие работы отмечены дипломами. Все докладчики получили сертификат участника. Планируется издание сборника, в который войдут все представленные материалы. Евгения Переплеснина, Андрей Тымчук, информационный канал «Севастополя». Не ошибиться в выборе будущей специальности и расширить кругозор. На это направлен проект «Продленка про профессию». В «Севастополе» он проходит уже на протяжении двух лет. На встречах подрастающему поколению рассказывают о той или иной сфере деятельности. Главная цель проекта – помочь школьникам в выборе будущей профессии. На этот раз темой обсуждения стала инженерия. На «Продленку про инженеров» организаторы пригласили практикующих специалистов, которые рассказали об особенностях выбранной ими профессии. Слушатели – севастопольские школьники самых разных возрастов. Ребята были предельно внимательны и при первой же возможности задавали вопросы. Если это пришло, мало ли что-нибудь дополню. Вот я хочу создать новый спектр инженерии. Он будет зависим от перестроения любого атома и превращения его в новую жизнь, можно сказать буквально. И вот я больше хочу затронуть информацию про это. То есть подчеркнуть ошибку других, может быть, в технике, подчеркнуть еще что-то. И постепенно, может быть, это в году это все-таки. Темы, которые обсуждали на встрече, кардинально разные. Первый докладчик рассказал об анализе и обработке информационных данных. Второй – о строительстве кораблей. А вот третьему спикеру всего 11. Но уже два года она сама создает роботов и получает патент на свои изобретения. Ученица 6 класса Алена Кузнецова признается, своим примером хотела показать ребятам, что для фантазии нет возрастных ограничений. И тот, кто хочет разобраться в инженерии и IT-технологиях, с легкостью это сделает. На своем канале я рассказала о том, как это собрать, и как это интересно подключить. И также рассказала о том, как в своей программе объяснила подробнее о демнической интеграции. Алена стала самым юным спикером в истории проекта «Продленка про профессию». В основном лекторы взрослые. Севастопольские школьники уже пообщались с практикующими физиками, генетиками, кондитерами. Этот проект родился в Москве в 2015 году. Мы с моими коллегами решили, что очень важно, чтобы дети встречали и видели перед собой яркие примеры того, как взрослые нашли свое призвание и занимаются чем-то интересным. Организаторы рассказывают, все желающие могут оставить предложение по темам на следующей встрече на официальном сайте проекта. Юлия Баузькова, Виталий Кламец, информационный канал «Севастополь». Продолжается прием заявок на участие во всероссийском смотре-конкурсе «Сохраняем культурное наследие великой страны», сообщает прислужба правительства Севастополя. До 10 апреля принимаются работы, видеоролики с исполнением национальных песен, танцев, поэтических произведений на родном языке. Приветствуется использование в видеоработах национальных костюмов и атрибутов. К участию приглашаются авторы и коллективы детских садов и школ, национальные и народные творческие образования. Конкурсные работы необходимо направить в оргкомитет на официальный сайт сохраняемнаследие.рф. Лучшие будут отмечены памятными дипломами и подарками. Конкурс, направленный на сохранение национального достояния народов России, проводится на территории всей страны. В нем принимает участие более 50 субъектов. К новостям спорта. В минувшие выходные на ринге 4-й спортивной школы Олимпийского резерва состоялись соревнования спарринги по боксу. Состязались спортсмены в возрасте 13-14 лет. Участвовали боксеры из 4-й, 7-й и 8-й спортивных школ, а также спортклуб «Победа». По результатам соревнований определены лидеры во всех весовых категориях. На ринге 4-й спортивной школы Олимпийского резерва в течение двух дней прошли отборочные спарринги среди юношей 13-14 лет. Большинство поединков за белыми канатами ринга состоялись на высоком уровне. На ринге будущие мастера спорта. Федерация бокса уделяет огромное внимание не только подготовке наших спортсменов для выступления на первенствах, чемпионатах российских, международных, но и полностью в развитии бокса в целом. Для того, чтобы наши мастера спорта представляли наш славный город. По итогам выступлений ребят из 4-й школы Олимпийского резерва, спортивных школ номер 7 и 8, где культивируется этот олимпийский вид спорта, сформирована сборная города для участия в российском первенстве. Сборная у нас сформирована, есть хорошие, неплохие ребята, перспективные, что очень радует. Они провели достаточно много работы за год, много провели боев, что, я думаю, безусловно даст им возможность, ну хотя бы занять призовые места на первенстве России. Заслуженный тренер Украины Валентин Соболевский связывает надежды на успех с лучшими боксерами. Иваном Романчуком, тренер Олег Баландин, Максимом Шведюком, тренер Александр Шведюк и Русланом Тришиным, тренер Вадим Конышев. Я сегодня одержал победу в весовой категории 54 килограмма и хочу попасть на первенство России и одержать там победу. Представляет судейский корпус севастопольских арбитров на всероссийских чемпионатах мастер спорта международного класса Вадим Конышев. От рефери немаловажно зависит, практически очень многое, потому что рефери, судья должен следить за здоровьем спортсмена, точнее боксера. И смотреть, чтобы было поменьше травм на протяжении всего боя. И чтобы бой не был грязным, чтобы был чистым. Поменьше нарушений в бою. В середине мая в Анапе юношеское российское оперенство. Проверка сил будущих мастеров перед чемпионатом Старого Света. Владимир Мирянский, Анатолий Кукса, информационный канал Севастополя. И на этом пока все. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok